А вот интересно, как пандемия сумела повлиять на общую картину, она ведь точно повлияла на все сферы без исключения. Андрей Казимирович, сумели ли мы удержать рынки? Это было непросто. Ну, фееричный, конечно, 2020 год, и мы еще будем долго... Так его еще никто не называл, это с любовью. Ну, мы его еще будем долго переживать, он от нас не хочет в плане экономики уходить. Мы пережили сначала неоткрытие китайского рынка после их нового года. Потом мы начали переживать, как сваливаются крупнейшие игроки, с которыми мы конкурируем, это Европа, Америка, переживать это. Цены падали в разы. В некоторых локальных рынках они уходили близко к нолю. Потом мы начали ощущать коллапс логистический, когда невозврат контейнеров с одного на второй рынок пошел. Мы до сих пор до конца еще все это не сделали, но наши предприятия очень достойно пережили этот год. Это в том числе с учетом политики государства, когда мы не закрывались на один день даже в первую волну пандемии. Это помогло экономике? Вы знаете, Александр, наверное, этот вопрос все-таки не к нам, потому что коровы доятся без выходных каждый день. Мы обязаны его переработать. Скот растет, поэтому мы не могли закрыться в любом случае. Коровы доятся, скот растет, но ведь если бы закрылись хотя бы на неделю, на две, наверное, и здесь пришлось бы сделать паузу и терпеть определенные риски. Было такое, было на некоторых рынках мировых. В Европе это были факты, в Америке были факты, когда из-за проблем, болезней в цепочке поставок не могли забрать сырье с ферм, либо доставить на заводы, либо заводы массово закрывались из-за вспышек. Еще раз хочется сказать благодарность нашим предприятиям. Мы очень достойно сработали прошлый год. В экспорте больше 400 миллионов долларов. Это близко к 115% к благополучному 2019 году. Что, безусловно, и в интересах государственных, и в интересах каждого жителя, каждого сотрудника любого из предприятий, ведь это тоже важно. Да, я дополню здесь Андрея Казимировича. Не только мясомолочная компания, мясомолочная отрасль. У нас в целом в области не закрылось ни одно предприятие. В отличие от некоторых наших соседних даже стран. И это, конечно, повлияло на скорейшее восстановление нашей экономики. Конечно, просчитать экономический урон, экономический ущерб очень трудно. Но если взять, допустим, отдельно второй квартал, то где-то 2,5% мы потеряли по воловому региональному продукту. Но уже с третьего квартала, третий и четвертый, если брать отдельно эти кварталы, то у нас уже была положительная динамика. И это позволило экономике нашей области не просесть. Не просесть в целом и заработать те средства и пополнить бюджет. Потому что бюджетные обязательства нужно выполнять. Есть социальная сфера. И надо сказать, что мы обеспечили все свои социальные гарантии в полном объеме.